Итак, друзья, меняю яхту на дом в Испании. Яхта американская Hateras 70, 21,5 метр, стоянка на Кипре. По всем вопросам писать в личку или по телефону, который сейчас вы видите на экране. Также возможны продажи яхты. Также писать в личку. Представляю яхту к вашему просмотру. Ребята, приветик. Мы сегодня с Аней едем в Теревьеху. С утра. С утра, Сава. Мы встали сегодня в 7 утра. Я так давно уже не вставал. Вот ощущения такие, ребята, холодно. Я вот видите, шорт одел, сланцы, приготовился к Теревьехе. Сезон вчера открыл погоду. А на улице 6 градусов тепла. Я с голопудной в кофте сижу. Ты любишь с утра вставать вообще? Как тебе настроение с утра? Потому что у меня, конечно, стресс из прошлой жизни. Там, что на работу надо вставать. У меня сразу такой, ну, когда я рано встаю. У тебя есть такой вот? Ты знаешь, я не люблю каждый день с утра вставать. Ну, ой, блин. Каждый день с утра. Ну, да. Чтоб, если это будет каждый день, если это, как ты говоришь, на работу, да? Ты понимаешь, что я сам себе назначил это время, чтобы встать в это время. Это же я не встал, потому что мне надо ходить с понедельника по субботу каждое утро на работу на 7 утра. Если бы это так было, я бы повешился, я бы сказал бы. Потому что у меня жизнь рабство. Даже если бы я привык. Ну, я понимаю, что можно привыкнуть и в 6 утра вставать, и в 5 утра вставать. И я скажу, что есть такая поговорка, кто рано встает, там и Бог дает. Понимаешь? Согласен, согласен. И я скажу по себе, я замечаю, что чем раньше ты встаешь, тем более насыщенный у тебя день. Но прикол в том, что я не подписывался, например, чтобы каждый день вставать в 6 или в 7 утра и там, знаешь, вот, бежать на работу и так далее. Сегодня там в 7 утра я проснулся, потому что я сам себе так запланировал. Понимаешь? И поэтому мне как бы нету вообще грусти от того, что, блин, вот надо мне опять в 7 утра вставать, надо мне. Я сам захотел этого, понимаешь? Вот в чем разница. Ну, да, да, да. Понимаешь, это как вот, как анекдот этот, знаешь, дождь идет, там, короче, ливень, 5 утра, короче, мужик встает, знаешь, с постели, жена спит, мужик встает с постели, короче, ну, муж собирается, идет на рыбалку, ну, рыбалка же, знаешь, собрался, короче, на рыбалку, короче. Вышел из дома, прошел 3 метра, дождь, такой ливень, ветер, знаешь, ну, короче, непогода, жесть. Он за 3 минуты замерз, короче, думает, да, ну, нафиг эту рыбалку, как бы, знаешь, ну, к чертям собачьим эту рыбалку, знаешь. Возвращается назад быстренько, разделся, все, все, хоп-хоп, знаешь, и кровать раз под эту, к жене под одеяло, знаешь, и такой жене шепотом говорит, знаешь, она как бы спросонит. Боже, на улице так холодно, там такой дождь, там такой ветер, ужас. Она говорит, а мой придурок на рыбалку пошел. Не думал, что такой финал будет. Это она кого-то ждала, все. Она никого не ждала, она просто говорит, мам, ну, на улице такая непогода, а ее придурок на рыбалку пошел, понимаешь. Так и мы, понимаешь. Ой, ребят, смотрите, какая красота. Вот я такую красоту каждое утро вижу, когда на работу хожу. Вот, мы идем к Саше на работу, видите, как красиво здесь. Оливки растут. Ой, где это, какая-то фабричка работает небольшая. Уже с утра прям, да, видно, пораньше? Что-то они там, да. Еще туман, только 8-й час, друзья, где-то примерно сейчас. Ну, да. Или уже 80, плюс-минус. Нет, без 20. Без 20, ага. Да, погода классная, такие местечки красивые. Ага, сейчас еще туман. Ребят, еще погода, конечно, ранняя такая, жарковато. Но мы уже готовимся к выезду. Сейчас, думаю, там потеплее будет. Жарковато. Жарковато, совсем прям. Ронкастик кто-то. Друзья, послушайте, как птички поют. Итак, ребята, мы разговариваем с Сашей, чем все-таки хорошо именно Тревеха и Коста-Бланка. То, что здесь больше возможностей, например, там машину сделать. Вот у меня машина, помните, она в одни не попала? Вот. Меня там хотели развести, ребята с Украины. Вот такая вот ситуация. Видите, а здесь вот можно было там у своих знакомых, например, сделать. Вот, Саш, почему, как думаешь, люди так вот настроены? Сейчас, сейчас скажу. Можно я тебе замечание сделаю? Давай, давай. Ты приехал жить в Испанию? Да. Да. В Испании сначала красота, природа, а потом все остальное. Ну да, да. Я понимаю, что мы с тобой начали говорить, проговорили минут 10, и потом ты говоришь, блин, я же видео не включил, я же видео забыл включить. Это хорошо, что ты включил видео, и сразу, сходу, хочешь вот вопрос. Ну ты покажи людям сначала, какая красотища. Понимаешь, даже если вас, мы про что говорили, про слово поимеете, да? Да, да. Даже если вас тут поимеют, то посмотрите, в какой красоте вас тут поимеют. Ты понимаешь, ты с этого должен начинать. Да, 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 да. Вон, Алькой твой, вон ты ездил по Алькой. Посмотри, какая красотища. Да, Алькой пока меня не появил. Но он красивый. Красивый, да, согласен, согласен, в горах. А ты сразу сходу, опа, тема, сейчас, поимеют, понимаешь? Поимеют в любом случае, но в красивой стране, понимаешь? В красивой стране, понимаешь? Так что, ребята, вот так вот. Алексей говорит, что он, когда свой этот Вольву свою ремонтировал, и что люди ему сказали, что тысячу евро будет стоить ремонт. От, от. От тысячи евро, да. Она три стоит. И стоит, машина. А машина стоит три типа, или же ему предложили, чтобы он ее за 200 евро отдал им, просто как металлоловку. А я Алексею говорю, значит, эти люди не нуждались в работе. У них работа есть. И потом он говорит, да, они работают в салоне Мерседеса. Я говорю, вот видишь, то есть они не рассматривали тебя как заработок. Они рассматривали тебя как поиметь. То есть сорвать куш. Понимаешь, человек, который находится, знаешь, как люди рассуждают. Пофиг, что у него проблема. Он богатый. У него есть чего платить. То есть есть где поиметь. Понимаешь? Вот он, дождик. Мы с тобой, когда были возле Кассантана, я тебе показал пальцем. Вон, с утра, Алексей, дождь идет. Ага, пошло, да? Вот мы в него въехали. Понимаешь? Вот мы в дождик въехали. А ты как англичанин в шортах. Да, я что-то сегодня, видите, все, и пираж шорт одел. Думал, сейчас тепло уже, я же на юге. Я ему говорю, Алексей, не дури, станы возьми с собой в рюкзак. Он, да нет, но мы же на юг едем. Я говорю, ну все равно, береженого Бог бережен. Да, ребята, поэтому я Алексей рассказываю. Даже те, кто хотели тебя поиметь, я прекрасно их понимаю. По той простой причине, что если ты будешь работать, то ты будешь просто работягой. Вот слово иметь соприкасается со словом поиметь. Для того, чтобы иметь, нужно поиметь. Поиметь. Правильно? Ну да. Согласись? Да. Как ты будешь иметь? А все остальное, это будут просто гроши, понимаешь? Гроши? Ну конечно, да. Почему люди? Я рассказывал в своих видео, почему люди, тут два варианта. Те, кто не подписался на канал Испании изнутри, тем, кому не интересно, что я рассказываю, можете в принципе не подписываться на мой канал, но в принципе я и не вижу смысла вам дальше смотреть это видео. Так что ставьте там лайк, Леша, и выключайте видео. Ссылка на канал в описании будет, Саша, друзья. Смотрите, тут работа состоит в двух вариантах. Это либо тяжелый труд, который будет оплачиваться только для того, чтобы вы как-то более-менее нормально жили. Ну, так вот, знаешь, вот как все испанцы, такой середнячок. Либо же, либо же, то есть, либо ты работаешь, либо ты переступаешь через совесть и начинаешь заниматься такими вещами, как поиметь. Понимаешь? То есть, вот два варианта в Испании. Либо ты работяга, либо ты готов кого-то поймать. Пойметь и переступить через совесть. Я тебе скажу честно, что переступать через совесть очень легко. Потому что ты в этой стране всегда найдешь оправдание, почему ты это сделал. Второе. Я тебе скажу, я замечаю очень часто, когда просто люди, просто работающие, просто работяги, тоже не прочь точно так же переступить через совесть и точно так же кого-то поиметь. Потому что каждый человек, когда кого-то имеет, он всегда находит оправдание. Почему он это делает? Понимаешь? Какой пример, например? Ну, какой пример, что он тут приехал, что ему тут все было тяжело, что он так тяжело работает. Почему бы это? Это как сделка с дьяволом. Меня поимели, значит, я должен поиметь, да? Естественно. Это как сделка с дьяволом, понимаешь? Но люди так об этом себе не говорят. Они говорят о чем? Они говорят о том, что, блин-то, я же тут вот хочу тоже ездить на Мерседесе, понимаешь, а не на старом Опеле. Вот чувствуется разница, понимаешь? Вот просто люди, ты же видишь, да, есть люди с образованием, есть архитекторы, есть врачи, да, которые там неплохо живут. Есть там много людей с разными образами, но просто, понимаешь, тут тоже можно легко заработать деньги на поиметь, понимаешь? И поэтому этот соблазн, он постигает каждого, даже вот в таких вот работях, которые хотели тебя поиметь с Вольвой. Но, с другой стороны, я тебе еще раз говорю, испанцы точно так же хотят поиметь. Почему мы с тобой сейчас едем в Таревьеху? Машину ремонтируют, едем в Сашину, видите, не в Константальне Саша ее делает, Эвека, а в Таревьеху едет. Да, почему я еду в Таревьеху? Потому что испанцы последнее время на СТО начали борзеть. Просто-напросто начали борзеть. Боже, мы с тобой заговорились, это Тройно бедный, меня пытаются обогнать или пропустить его, или что-то. Пусть гоняет по правой полосе едем. Да, он уже, мы, просто он не может подъемчик, а он не может быстрее ехать. Ага. Вот, я понимаю прекрасно, то есть я сначала Алексею про этих ребят, которые в Вольво. Я ему говорю, что Алексей, ну это же все расходная часть. У них свое, свое СТО. На этом СТО, значит, за него надо платить, лицензии и все остальное. Поэтому, когда они тебе поставили высокую цену за ремонт, я их тоже понимаю, это нормально. Это нормально. Ну и мы, кстати, ну а потом Алексей говорит, да нет, они типа работают на Мерседесе, а это они хотели типа шабашка. Да, дрожи в дрожи, да. Вот. А когда шабашка, значит, это говорится о чем? О том, что они хотели тебя поймать. То есть, потому что они не заплатили бы ни налогов за это, ничего. Да, конечно, конечно, да. Понимаешь? Потому что, когда ты рассказывал, я этот случай помню, я видел этот случай на видео, ты рассказывал. И когда я с тобой не согласился, я даже тебе какой-то комментарий писал, что в Испании СТО берет от 30 до 50 евро в час. И когда они тебе сказали тысячу, в принципе, это разумная цена. Потому что это всего там, грубо говоря, 2-3 рабочих дня. Ну, тысяча евро. Но это когда СТО, это когда заплачены налоги. Ну да. Понимаешь? А когда ребята просто в гаражике решили с тебя взять по цене супер крутого, супер дорогого СТО, супер сервиса. Понимаешь? Конечно, это ясно не знал. Ты же тогда в тот момент мне рассказал. Ну, может быть, я недоуслышал. Вот тебе один еще пример, когда ты слушаешь кого-то, да? Либо рассказчик, ну вот блогера какого-то. Либо блогер недо рассказал, забыл. Уточнить моменты важные. Либо ты пропустил. И потом начинаешь печатать комментарий. Понимаешь? Вот. Поэтому вот такая вот история, такая вот штука. Поэтому я скажу так, что, блин, это нормально, когда оно дорого стоит. Но я вот, Алексей, еще говорил, что вот он говорит, да в этом столово, если бы я был в Таремехе, все было бы нормально. Да. И это лишний раз подтверждает о том, что, ребята, когда вы спрашиваете, я еду 95, он меня обгоняет, как стоячий. Охренеть, блядь. Что за фигня? Фуры, фуры, знаете, как херачивают здесь, ребята. Фуры. По автобану. Так я 95 еду. 95, да? А я, слушай. И он себя обгоняет. Офигеть. И дочь. И дождаешься. И, короче, я скажу так, что, когда вот вы спрашиваете, вот я, Алексей, говорю, вот Алексей подтверждение, что Коста-Бланка для жизни, для работы, это единственный более-менее нормальный вариант. Коста-Браво уже не такая. Во-первых, она дороже. Во-вторых, там все дороже. Я тебе скажу, что я в Барселону везу кухню, ставлю максимально высокую цену, плюс прибавляю расходные, да, то есть увеличенные расходы, по доставке, по проживанию. Это что, извини меня, если ты ешь не на один день, там тебе надо снять отель и так далее. Да, ну да. Ну, какой-то за 40 евро хотя бы, но тем не менее. Два человека, вот тебе уже 80. Покушать туда-сюда, вот тебе уже 150. Плюс дорога еще 150. Вот тебе уже плюс 300. Понимаешь? То есть, как бы так. Но этот желтый рено все равно нас обогнал. Ох, блин. Вот он все равно нас обогнал. Вот смотри, когда, Алексей, когда говорят, что в Испании плохо все с экономикой. Ага. Ну вот, просто обрати внимание на количество грузовиков. Ну да, много вообще, чем едут. К Испании, она вздыхает. Там экономика не работает. Да все. В Испании капут. Нет, нет, нет. Вы, ребят, не видели, когда, когда Испании капут. Я видел, когда, вот я еду по этой трассе, по этой дороге, это было года 3-4 тому назад, то дорога была пустая. Машин могло там 2-3 машины проехать за 15 минут по этой автовиде. А сейчас дофига, да? А сейчас я как не еду. Фуры, 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 машины. Ссылка на канал Александра будет в описании и в первом комментарии. Поэтому проходите и подписывайтесь, и смотрите видео про Испанию. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok